МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А еще орден Великой Отечественной войны и медаль за оборону Кавказа. Но все тяготы военного лихолетия стоили одного счастливого дня Великой Победы. В преддверии 9 мая мы обязаны посетить ветеранов, высказать им слова благодарности за эту Великую Победу, подарить подарки. И это не разовая акция, это делается не только в преддверии 9 мая. В течение года проводятся обследования материально-бытовых условий, жилищных условий наших ветеранов или из пострадавших в годы Великой Отечественной войны. Все просьбы выполняются государственными органами, предприятиями, организациями, за всеми закреплены шефы. Поэтому это проводится постоянно. А этот герой встречает гостей в парадной форме. Его имя – Евгений Иванович Курнышев. И пусть виски давно посеребрила седина, зато его глаза сохраняют поразительную ясность, а в чертах лица читается мужество, чистота и душевность советского человека. За все 95 лет своей жизни он ничего не видел страшнее войны и ничего лучше Великой Победы. Поэтому каждый раз ждет этого праздника с особым волнением и трепетом и желает всем самого главного. Здоровья, благополучия, успехов во всех ваших делах и желаниях. И ни в коем случае, чтобы мы не видели войны. В одном из окон домов по бульвару космонавтов угадывается фигура Михаила Петровича Новика. Человека, который заплатил за победу в 1945-м ценой своего здоровья. Ему, инвалиду Великой Отечественной войны, пехотинцу и пулеметчику ранят душу уже не пули, а попытки исказить историю и выставить советский народ агрессором. Но звуки оркестра вселяют надежду в сердце 98-летнего ветерана. Как и тогда, враг будет повержен. Это действительно правильная и хорошая традиция. И нам нужно как бы поздравлять еще живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Я думаю, что им сегодня радостно будет то, что их помнят, их не забыли, что их участие в Великой Отечественной войне, их страдания, их кровь не зря. То, что все было не зря, понимает и участник Великой Отечественной войны Петр Миронович Светкин. Тяжелая судьба не сломила этого человека. Наоборот, закалила и научила ценить каждый миг жизни. Поэтому он с благодарностью принимает внимание и теплые слова в свой адрес. Но самое главное слово для него в преддверии праздника – это победа. Победу всегда ждут. Это слово такое, что нельзя его не ждать. Всегда. На поле, или на стадионе, или на ферме, или на производстве. Это победа, есть победа. Это слово очень дорогое. Тем более для нас, которые выстрадали, это слово. Самому младшему нашему ветерану 95 лет. Старшие ветераны у нас 101 год. И никогда к ним не приходишь, когда с ними не разговариваешь. Такой позитив, такое жизнелюбие, что когда они начинают рассказывать, какие они пережили трудности, через какие ужасы военные прошли. Вы понимаете, не верится, что вот эта жажда жизни у них прошла через все-все года. То же самое можно сказать и об Анатолии Петровиче Феофанове. Его грудь усыпана медалями, одна из которых за боевые заслуги. На фронте он был с 1943-го. Ушел буквально со школьной скамьи. Для него у человека высоких моральных качеств не стоял вопрос, нужно ли защищать родину. Быть честным, не прятаться за спины в переломные для страны моменты – это и есть любовь к родине, уверен ветеран. Если человек относится порядочно, если он не лезет в кусты и отдает свои силы на укрепление, значит он любит страны. Не такие, которые прячутся в кусты, а потом с тобой выбрасывают свои лозунги. Я в 43-м году, будучи 16-15-летним, уже тогда думал, что надо страну защищать. Как жаль, что этих людей, для которых честь, мужество и верность родине, не пустые слова, остается все меньше. Но внукам и правнукам Николая Николаевича Тарасюка повезло, ведь они живут рядом с таким человеком, который с первых уст может рассказать о войне, которая иногда и сейчас снится. Как они издевались, мы же были в оккупации долго, и все видели, все издевали. И мне приходилось в лагерь быть две недели, и все, что я сбежал оттуда. А фашист никогда не забудется, и ночью, и сейчас еще снится иногда. Ветераны сделали все, чтобы мы жили под мирным небом, и от нас зависит, чтобы эта война не повторилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова